Центр ядерной криминалистики появится в Алматы в следующем году. Учреждение будет заниматься изучением ядерных и других радиоактивных материалов для определения их происхождения и истории в контексте расследований, проводимых правоохранительными органами. Центр построят на базе Института ядерной физики. Проект реализуется Министерством энергетики. В институте также выступают за строительство из Казахстана. Ученые считают, что атомная энергетика имеет большой потенциал для развития страны и может обеспечить ее энергетическую безопасность и независимость. Гафу Али продолжит тему. Окончательное решение по строительству АЭС в стране вынесут на общенациональном референдуме. Это связано с важностью вопроса для будущего страны и наличием разных мнений среди населения на этот счет. Если большинство проголосует за, то строить атомную электростанцию в Казахстане специалисты предлагают на основе водно-водяного реактора. Вода будет служить для транспортировки тепла и выполнять функции теплообменника и тормоза. Такой реактор успешно работает в Алматинском ядерном физическом институте с 1967 года. С помощью него ученые физики успешно проводят научные исследования и работают с высокоактивными источниками. Мы сейчас находимся в помещении под названием «Горячая камера». В Институте ядерной физики она предназначена для работы с радиоактивными веществами. К примеру, для получения химических элементов, которые позже можно использовать в медицине. Это йод, молибден, ириди и кобальт. Операторы и технологи работают с помощью таких манипуляторов, потому что радиоактивные вещества, естественно, опасны для здоровья. Мы изучаем влияние радиации. Под радиацией мы понимаем влияние нейтронного облучения. Это в первую очередь реактор. Это влияние ионного облучения. Это ускорители, самые различные ускорители. От электронных, это ускорители самых маленьких частиц, до ускорителей тяжелых вонов, которые ускоряют железо, свинец, все что угодно. Водно-водяной реактор считается самым безопасным устройством, согласно мнению ученых. Он обладает несколькими внутренними системами защиты. Луч не проникает наружу с другой стороны камеры. Прочный защитный слой изготовлен из восьмислойного стекла. Реактор функционирует без перерывов на протяжении 57 лет. И за все это время не было зафиксировано ни одного аварийного случая. МАГАТЭ признает успешную работу института. В следующем году здесь построят и Центр ядерной криминалистики. Генеральный директор Казахстанского института ядерной физики Саябек Сахиев отмечает, что развитие атомной энергетики в стране является закономерным процессом. Не менее 4,5 миллионов долларов будет стоить один подобный центр. Мы активно работаем с коллегами из зарубежных стран, обмениваемся опытом. Все они отмечают наши успехи в атомной физике. Также хочу заметить, выбранный Казахстаном тип атомной электростанции – самый безопасный в мире. Сегодня 78% электроэнергии в Казахстане вырабатывается путем сжигания углеводородного топлива. Это отрицательно влияет на окружающую среду и вносит свой вклад в карбонизацию планеты. Атомная электростанция в Казахстане поможет частично решить проблемы дефицита электроэнергии, а также существенно снизит ее стоимость. Кроме того, АЭС будет способствовать энергетической независимости и безопасности страны. Гафу Али, Мухит Котухпаев, 24КЗ, Алматы.